Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелие от Луки, 24-й, 24-й, 49-й стих. Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Мы многое знаем из Ветхого Завета, что перешло в Новый Завет. И нужно проследить еще раз, чтобы понять, что такое украшение храма, речь идет о Пятидесятнице. Но в Новом Завете наступило нечто другое. Господь сорок дней являлся учеником после воскресения Своего. И потом говорит, сидите и ждите. Просчитаем несколько мест. Деяния апостолов, 2-я глава, 33-й стих. Итак, Он, быв вознесен в Десницу Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Слово обетование – это даже торжественное обещание. И Бог торжественно говорит обетование. Мы это слово почти не употребляем. А надо все по порядку посмотреть. Всю нашу историю. Прочитаем книгу «Бытие», 3-я глава, 15-й стих. «Человек согрешил, от него сделались мы все смертные. Но там было заложено то, что мы должны каждый день помнить». И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. То есть слово «зло» и «дьявол» в других языках одно слово. Дьявол будет нападать, но вы его будете поражать, как семенем жены. Кто? Это первое обетование, данное Богом, которое исполнилось. Златоуз говорит так. «Дьявол трезубцем поразил все человечество. Дева, древо и смерть. Дева Ева, древо познания добра и зла и смерть Адама. В Адаме все умирают, Адаме во Христе все оживут. Дева Мария, древо исчезнового житворящего креста и смерть спасителя на кресте». Вот это обетование, оно до записи существовало 39 столетий. Это 3900 лет устно передавали. А как устно передавать, чтобы не исказить? Это даже вообразить нельзя. Вот что-то услышал человек, сказал, а когда до него дойдет, он же это сказал. Да я этого и не говорил даже. Настолько все непохожие. Вот это обетование должно было утешать все человечество. Придет тот, который сразит змея. Тот, который сроднит нас снова с Богом, создавшим нас. Это слово мы найдем у пророка Исаия, 40 глава 8 стих. Мы непосредственно берем, черпаем всю мудрость и Слово Божие. 40 глава 8 стих. «Трава засыхает, свет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно». Вот посмотрите на траву, какая она хорошая, зеленая, привлекательная, засыхает. И что бы ни было, все исчезает. Слово Божие вечное. И поэтому к нему мы будем обращаться всегда. Потому что оно нам вверено, чтобы мы его хранили и исполняли. Для этого Господь восставлял таких людей, которые знаниями своими поражают сегодняшнее воображение. Знали иностранные языки и знали еврейский язык, тот, который сохранил истину Господнюю. Плащ Еремии 3.23.21.23. Самая плащевная книга в Библии. «Вот, что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Даже маленькое вот это селение. Сколько разных испытаний уже было. И на этом они не кончатся. И Господь снова обновляет. Дает Слово Божие. Он говорит, не покину и не оставлю. Этим себя утешает. Да, многое сделанное. И вот смотришь, у людей все идет как надо. Тут пришла власть буквально безбожия, сатанинская, как пишут сегодня. И все у ней ладится. Прекрасные урожаи. Не заморозков едут. Вовремя дожди идут. И куда все пришло. А праведник трудится с утра до ночи. И ночью покоя нет. Господи, ну мы же умолимся. Почему у безбожников-то по-другому? В других странах это везде одинаково. Почему? Бог испытывает. Ты доверься Ему. И Бог как-то устроит не по-нашему. Вот мы прочитаем несколько мест, которые говорят об обетовании Божьем. Бытие 12.1. Обетование, обещание Бог дает человечеству. Он поразит его в голову. И ты утешься этим. Зло сгинет. Правда воссияет. И сказал Господь Аврааму. Пойди из земли Твоей, от родства Твоего и из дома Отца Твоего в землю, которую я ухожу Тебе. До 3 стиха. И я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих Тебя прокляну. И благословятся в Тебе все племена земные. На земле считается 2896 национальностей. Великие и малые народы разные. И Бог избирает Авраама. Почему? Он что лучше других? Я как-то сказал, у нас была еврейка, она не была членом общего, но ходила долгое время к нам. Я говорю, когда считаешь Библию, прости Господи, вот получается настолько же непокорный народ все на поперек делает. Вышли, уже вывел Господь из плена, нет огурцы, теперь дальше с ног, и все недовольство и недовольство. А Бог может мясом накормить в пустыне? И Бог навел перепелов столько, что на локоть. Вот оно все усыпано было. Еще мясо было в устах, и Бог поразил. И не довольник двух, а 23 тысячи юношей. И мы должны согласиться с Богом, все-таки не с человеческими вымыслами. Говорят, Бог жестоко поступил. За эти слова тоже отвечать придется. Я говорю, как будто Бог ошибся, избрал такую нацию. Настолько противно все делает. Не нам Богу указания давать. Но это так, и Господь наказывает, шлифует, а обетование остается в силе. Если ты что-то услышишь против кого-то, ты можешь смолчать. Но если ты услышишь против семи Аврамова, замолви хотя бы слово и скажи, это избрание Божие. Я не защищаю этот народ. Почему? Потому что Господь прямо сказал в Евангелии от Иоанна 8, 44. Они молятся Богу и Его, возносят жертвы. Спаситель пришел и говорит, дом мой сделали вертепом разбойников. Ваш Бог дьявол, ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять его похоти? Убийство и ложь на каждом шагу. Перечисляют, какие беды творили люди. Даже трудно поверить, что этим людям Бог доверил все. Слово Божие скрыли. На всю страну ни одной Библии не было. Золото любили, деньги жертвовали. И когда выбирали там под пыль, то и вдруг свиток нашли один. И когда просчитали, царь разорвал на себе одежду. А куда же мы идем? Думаешь, а как они пасту справляли? Как они жертву приносили? Давид все это поставил на ноги. Стал говорить с Богом, как живы. Вот мы считаем сатирное чтение. Все ли оно для нас таким богатством дышит, как для него? Несколько мест еще. Бытие. Сорок, девять, десять. Еще одно обетование. Все ближе Господь приближается. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Вот примиритель Христос. Умирающий Иаков. Я по-своему скажу, что когда умирает человек, что у него на умеет? Он уходит. Навсегда. Как они без меня будут? Стоят двенадцать сыновей. Он каждому говорит, с тобой будет вот то-то. А тебя произойдет то-то. А календой двенадцать было. А то мы видим сегодня, как история развернула по-другому, чем люди думали. Рассеяли народ по всему миру. И вдруг в 1948 году, в 1948, опять собирается государство Израиль. Это вещь невероятная. Собрались там близлежащие страны по размеру площади в пятьсот раз больше, чем Израиль. Израиль за шесть дней всех разбомбил. Это сегодня ни один представитель военный, никто не может объяснить, как так. Там же все советское вооружение было. Все разгромили, страну увеличили. Почему это написано? Я не за войну, а за то, что это обетование Божие. И обетование исполнилось и во второзаконии, мы считаем. Божие, где говорит Господь. Восемнадцать-пятнадцать. Пророка из среды тебя из братьев твоих, как меня. Возвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Это новое обетование. И они каждый раз считают. Я видел, как исповедуют, по-нашему сказать. Молодые люди подходят, но только поженились, что-то не ладится. А он их исповедует. Исповедания-то нет. Ну, дай совет. Что нам делать? До разгона дело дошло. Считайте Библию. Тору считайте. Кто бы ни подошел, у меня где ребенок потерялся, нету. Тору считайте. Как они любят Слово Божие. Кажется, совсем не к месту. Нет, там утешение. Если бы мы раньше знали, когда еще не обратились к Богу и пользовались также Словом Божиим, многое в нашей жизни было бы по-другому. И вот мы считаем. Второе Петра 1-4. Что интересно. Слово обещание 52 раза, а обетование 48 раз в Библии встречается. Второе Петра 1-4. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Это пишет неграмотный рыбак. Может кто-то писал Марк, как считает за него. Эти обетования Бог дал народу. Это нас конкретно касается сегодня. Чтобы мы были причастны Божескому естеству не только в причастии, а те же существования, какие во Христе Иисусе. Рассуждения наши должны быть о том, как нас Господь возьмет отсюда. Где мы будем? Что нам обещано? Господь говорит, иду, если бы не так, приготовлю обители вас и приду снова за вами. Это обетование Божие. Бог создал монастырь на 10 дней. 10 дней ждите, никуда не выходите, пока не обречетесь силою свыше. Почему сегодня такое бессилие в церкви? Благодать Духа, как будто бы не слышали. О чем угодно будут разговаривать, но только не об этом дне, к которым мы вплотную сегодня приблизились. Сидите и ждите. 10 дней, а это растянули на 20 столетий. Монастыри, никуда не идти, стенами огородились. Мандра называется начальник, архимандрит. А Господь говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка 16, 15. Если бы нам это все время напоминал кто-то, или мы другим напоминали, наверное, евангелизирована была бы окрестность более, нежели сейчас. 2 Петра 3, 4 и 9 стих. И говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. И дальше про счастье. Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибли нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают том и генем, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут. «Стихия же, разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят». Мы фактически-то стоим рядом перед этими событиями. Посмотри на это небо, какая голубизна, какие птицы, ну все изменится. От горизонта до горизонта явлен будет крест Христов. Слава Его в тысячи крат может быть ярче солнца. По трем причинам, говорит Иоанн Златоус. «Для прославления Христа, для того, чтобы устрашить врагов, которые воскреснут, и ободрить тех, которые веровали в Него». Небеса шумом прейдут, а люди говорят, где обетование Божие? Бог обещал прийти, да нету, и наши отцы умерли, ничего не нету. Бог долго терпит, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И 3 глава, 13 стих. «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которой обетает правда». «Сегодня нет правды, везде обман». «А мы все время должны смотреть на землю, на небо и понимать, будет близко, и исполнение его будет чудно». 1 Иоанна 2, 25. «Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная». Нам обещана жизнь вечная. И притом это не отменяло. Хотя сегодня никак не… Ну чем ты отличаешься или я там от другого-то? Живут люди и лучше нас, и, может быть, даже себе приятнее беседовать чем с нами. А ты на это не смотри. Нам обетование дано. Торжественное обещание готовится небо. И это временное. Мы настолько здесь в гостях временное. Вот оно же были люди, была потеряевка. Я многие знаю, где эти тополя растут. Все, как будто никогда не было. Бог убрал это. Есть такое, Якова 1, 12 место. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Неисцельная болезнь, человек страдает, мучается. Ты знаешь, все это временное. Видимое, временные и невидимые вещи. Возблагодари Бога за каждый вздох, страдания твои, что ты… Все это для Бога. Ты, может быть, лежал бы и не вставал, а так Бог поднимет по болезни твоей. Ты воскорби о тех, которые не знают Его, которые рядом или далеко, правители, священники, все нуждаются в этом. Вот Яков умирает, подходит сын Дан, его благословляет. Да, будет, аспидом, да, Боги. То есть, от него антихрист произойдет. Где бы… кто знал, а сегодня вплотную подошли мы к этому. Иуда, колено, из него вышел Христос. И вот есть послание Галатам. Восемь раз упоминается слово обетование, чтобы доказать язычникам, что Христос их принял. Тогда было очень трудно в это поверить. Я даже не стал показывать место. Сколько раз упоминаю. Доказательства самые сильные. Кто спросит? Ну, Бог обещал. Что, и вы в рай пойдете? Кто его рай видел? Ну, видел кто-то. И описали его, как могли. Но только не так, как мы думаем. Не видел того глаз. Не слышал уха. На сердце не приходило человеку. Что приготовил Бог любящим его. Что сегодня показано, и что Бог приготовил – это разные вещи. И мы этого не знаем. Нужно учиться только доверяться Богу. Безропотно переносить то, что Бог дает нам сегодня. Обетование Его в силе. Пришествие приближается. Слава Ему во Святой Троице. Аминь.